Блин, это просто охрененно. Обзор этого всего будет сегодня на канале. Просто охрененно. Старый уже достаточно 2016 или 2017 года. Телевизор Sharp, 4K, 60 Гц и бюджетный на самом деле телек. У него даже HDR нет, ни хера нет. В принципе, он меня устраивал. Но проблема в том, что когда я стримлю что-нибудь, как-нибудь, где-нибудь, то у меня нет возможности именно в этом месте мониторить стрим, запись, чат и так далее. Потому что для этого нужен отдельный монитор. Вот по такому принципу. Вот здесь у меня монитор для геймплея, а здесь монитор как раз-таки для рабочих моментов. Ну тут их на самом деле три. Это типа супер-пупер стримерский у меня местечок, так сказать. Но такая же тема и там с трипл-скрином на гоночном месте. Ну и в общем-то здесь понадобился новый монник. И я приобрел штуку, которую я очень сильно ждал. Он только-только появился в продаже. Вот только-только, чуть ли не с первого дня, я цинковал его, сразу связался с ребятами и заказал. Ну вы знаете, что я большой любитель больших коробок. Конечно же, это монитор от Philips. Но это не совсем та модель, которую я обозревал несколько месяцев назад. Это ее обновленная версия. Я этот монитор очень сильно ждал. Давайте распаковывать. Причем мне очень сильно повезло. Он достаточно дорогой, мягко говоря. Он очень дорогой. Но мне он достался с небольшой скидкой, потому что здесь немножко примяли коробку. 15% скидом получился, чтобы быть точнее. С такой суммой это приятно. Правда, надеюсь, что он нормально будет сейчас работать. Без каких-либо вопросов. Чтобы не вышло, что скупой платит дважды. Но он типа на гарантии, неважно. Ко мне, конечно, часто приезжают разные дорогие штуки. Но вы знаете, я давно ничего не ждал, как этот Моник. Не потому что это какая-то реклама. Я его купил за свои деньги. Просто реально впечатлила вещь. Реально понравился именно качеством изображения в первую очередь. И 4К 144 Гц. Твою мать, 55 дюймов. Дисплей порты HDMI 2D. О май гад, а тут дофига интересных приколюх. Так, бумажки всякие, сертификаты. Это все понятно. И самое приятное, что это монитор, а не телевизор. То, что мне надо. Да, здесь есть пульт. Но пульт здесь, знаете, такой аксессуар. Что было, как говорится. Но он включается автоматически вместе с компом. А это для меня очень удобно. HDMI дисплей порт в комплекте. USB Type-C. Он имеет также в дисплей мод через USB Type-C. Крепежные винты, питание, батарейки, мануалы. Это мы достаем. Чпоникс. Так, ну неизвечная проблема. Как бы в рамках моей студии нормально распаковать. Так, ну-ка. Как всегда, блядь. С половой у полстудии. Блядь. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Интересно, уголки-то они пофиксили. Ну, не идеально, но получше, наверное. Блин, какой же он красавец, а. Так, как всегда, у меня проблема тут с коробкой. Единственный вариант, это идти сквозь коробку. Так, ну давайте я вам хоть бегло покажу, что это такое. Вот так выглядит эта красота. Блин, ну красавец. Металлический, холодит руку. Просто топчик. Он, конечно, не самый тонкий. OLED. Я вот выбирал между OLED, теликом от LG, естественно, и вот этим Philips. Но, честно говоря, этот Philips для меня лично не оставил никаких шансов OLED от LG. Такая толщина. MB Glow, подсветка. То есть, сзади, задняя часть вся полностью в светодиодах. Интересно, что-то поменялось в плане работы. Я, конечно, сомневаюсь, но все же. Удивило веса. Всего лишь 20 на 20 сантиметров. Крепление, наверное, норм, но просто он такой большой телек, такое маленькое крепление, мониторное достаточно. Такое себе здесь у нас саундбар. Так, надо доставать из коробки. Потому что вот так смотреть за кулисами вообще не вариант. Но сперва самое интересное. Что почем и о технических характеристиках. А найти и заказать данный монитор, либо вообще любой другой, очень удобно на e-каталоге. Здесь есть раздел мониторы, в котором ты можешь подобрать все, что твоей душе будет угодно. Во-первых, e-каталог всегда предложит что-то среди популярных моделей. Причем, кстати, Philips 558, как ты видишь, тоже, видимо, пользуется определенной популярностью. Потому что аналогов, как таковых, у него и нет. Но 558 это старая модель. Сегодня у нас несколько другой вариант. Потом, здесь же представлены все новинки на любой кошелек. Куча действительно полезной и очень интересной информации о мониторах, о брендах, рейтинге, как подобрать, вообще что угодно. И все это собрано в одном месте. Но мое самое любимое, это подбор по параметрам. Именно так, в общем-то, я искал монитор. Мне нужен был огромный дисплей. Естественно, 4К разрешение, 144 Гц. И таких есть всего лишь 6 моделей на рынке. И обрати внимание, они все в основном 43 дюйма. При этом стоят достаточно немалых денег. Есть только лишь один HP OMENG за 167 на минуточку тысяч гривен. Это просто жесть какая-то. И вот, герой сегодняшнего видео. Это Philips 559M1RYV. Модель только появилась на рынке. Вот только-только. Я буквально один из первых, наверное, его приобрел. Цена вопроса стартует от 42 тысяч гривен. Вроде бы дорого, на самом деле не дешево. Но если сравнивать с конкурентами, аналогов данному дисплею на данный момент нет. Потом, по характеристикам. Все, что можно сказать, это реально топ. Из самых главных фишек, это трехсторонняя подсветка MB Glow. Не путать с MB Light. Позже вам поясню, в чем разница. Встроенный саундбар Bowers & Wilkins. Для объемного звучания. По характеристикам остальным, это, ребята, топ. Матрица VA, но это правильная матрица VA. Позже вам тоже объясню. Отклик 4 миллисекунды. 55 дюймов 4 миллисекунды. Это вин. LG, например, очень сильно хвастается своим OLED-ом с input lag 7,9 миллисекунд. Здесь 4 миллисекунды. Это, кстати, важный параметр. Почему стоит делать выбор именно в пользу монитора, а не телевизора. Если нужна большая диагональ. И для гейминга. 144 герц. Это просто охренительно. По разъемам, естественно, здесь есть дисплей порт HDMI и USB-C, который умеет тоже работать в дисплей моде. 4К, 120 герц максимум по USB-C. Яркость 750 кандал на метр. Но на самом деле она даже выше, насколько мне известно. Матрица действительно очень яркая. Поддержка HDR 1000 здесь присутствует. В общем-то, все характеристики перед вами и самое главное новшество данного дисплея перед предыдущим, тем самым 5.5.8, это версия HDMI 2.1. Поэтому консоли-френдли, более того, данный монитор, в общем-то, был изначально разработан для Xbox Series X. То есть его калибровали, настраивали совместно с компанией Microsoft. Так что берешь Xbox, берешь монитор, подключаешь и все сразу из коробки будет работать максимально круто. Ну и здесь же можно посмотреть фоточки со всех ракурсов. Вот эта подсветка, афирменная от Philips, которую я, кстати, безумно люблю. По разъемам здесь тоже все прекрасно. Здесь есть USB-хаб, также два USB-порта с поддержкой до 65 Вт. 3 HDMI 2.1, дисплей порт 1.4 версии и, конечно же, USB Type-C. Понятное дело, что все технологии FreeSync там и прочее, 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 что должно быть на топовом дисплее здесь тоже присутствует. В общем, это, ребята, топчик. А еще топчик Е-каталог, который, как всегда, помогает найти то, что нужно по самой лучшей цене. И Е-каталог доступен всем жителям Украины, России и Казахстана. Моя огромная рекомендация, ссылка на монитор на Е-каталоге будет в описании. Сейчас я, наверное, буду такие дифирамбы тут петь, что многие из вас подумают, что я, наверное, капитально продался Philips за этот монитор. Но дело в том, что я его реально приобрел за свои деньги. И это, черт побери, немалая сумма. Полторы тысячи баксов. Но это тот момент, когда ты столько получаешь впечатлений, что жаба все равно душит от того, что ты потратил полторы штуки баксов за какой-то там мониторчик. Но какой же он, черт побери, крутой. Просто невероятный. Я говорил о качестве изображения еще в обзоре на предыдущую модель. То есть предыдущий этот Philips. И я скажу то же самое, в общем-то. Невероятно. Я просто не представляю, как инженеры Philips умудрились настроить VA матрицу. VA или VA, короче, VA матрицу так круто. Она просто идеальная, на мой взгляд. Причем здорово, что без всякой там калибровки. Ты просто достал из коробки и получаешь неистовое удовольствие от этого изображения. Оно очень приятный комфорт на глазу. Здесь идеальный черный. Здесь идеальная подсветка. То есть ни единого какого-то засвета, пятна. Какой бы ты там тест не включил. Просто идеально качественная, ровная картинка. Идеальный белый, идеальный черный. Сбалансировано. Яркость просто с таким запасом, что я хрен его знаю. На 85% он очень яркий. А тут, в общем-то, лупит в этот монитор, чтобы вы понимали, вот прямо сейчас студийный свет. Плюс на потолке тоже дохренищее освещение и яркости. Здесь просто за глаза. Обалденный аппарат. Именно с точки зрения изображения, качества, сборки, подгонки всего. Я, кстати, очень сильно критиковал. Ну как сильно. Что уголки тут были какие-то такие себе. Фокус. Хочется сказать, что они все еще не идеальны. Если прямо всматриваться туда. Но они стали определенно лучше в этом экземпляре. То есть там что-то типа как-то не очень так супер-пупер. Но это я уже докапываюсь, ребят. Просто обалдеть как. А в целом, качество сборки данного, почему-то не всегда хочется назвать телевизора. Но это монитор все-таки. Оно просто идеально. На высоте. Опять же, я выбирал между LG OLED и данными Philips. И LG OLED, на мой взгляд, конечно, интереснее будет, потому что он тоньше. Ну правда. То есть с него можно трипл-скрин забабахать, ахонь. С этого будет сложно. Но и не для того он, в общем-то, нужен. Этот монитор скорее интересен как вариант для гостиной. Еще раз повторюсь. Причем, не в последнюю очередь, я бы рассматривал данный дисплей в качестве телевизора. Да-да, именно телевизора, а не монитора. Здесь хочется пояснить свою мысль. Дело в том, что телевизор обычно покупают как Smart TV. То есть все в одной коробке. И дисплей, и операционная система, куча приложений. Вот это вот все. Но я, если честно, очень не люблю стоковые Smart TV. Неважно какие. Будь то Tizen, будь то WebOS, будь то Google TV. Оно все в телевизорах работает так себе. Очень быстро устаревает. Год, максимум два, все. Идет на помойку твой Smart TV, потому что он уже устарел. Производитель забрасывает поддержку. Никакие обновления не выходят. И, в общем-то, очень быстро оно все начинает работать так себе. Поэтому, на мой взгляд, интереснее связка. Классный, действительно качественный дисплей. Плюс правильная приставка. Либо Apple TV, либо Nvidia Shield. Просто идеальные приставки, которые работать будут годами. Так же, как и дисплей. Дисплей ты покупаешь, в общем-то, на много лет вперед. Но он быстро теряет актуальность именно вот из-за Smart TV. А матрица конкретно вот в этом аппарате. Я не представляю, что должно случиться, чтобы что-то ее реально, ну, прям переплюнуло на голову. Чтобы появилось желание заменить вот это на что-то другое. Идеальное качество изображения. Сюда ты просто подтыкаешь какую-нибудь правильную приставочку. И у тебя получается невероятно крутое, красивое, быстрое, качественное устройство. 4К, 144 Гц. Как же это, черт побери, круто выглядит именно в гейминге. Качественное, детализированное, сочное. Просто кайфовое для ваших глаз изображение вкупе с идеальной плавностью. 144 Гц и 4К. Это, на самом деле, магия. Больше по разрешению, ну, фиг его знает, но по частоте я не вижу никакого смысла. Я делал тесты разных мониторов. Даже там супер-пупер быстрых, там, 360 Гц. Я лично не вижу никакой разницы между 144 и 360. Вот вам в качестве примера. Здесь же, ну, просто невероятно. У меня это однозначно самый качественный, самый крутой дисплей. И, на мой взгляд, честно, это один из лучших дисплеев 2021 года. Я, конечно же, видел не все. Справедливости ради стоит отметить. Но, черт побери, насколько же он хорош. Вот, честно, в плане качества изображения мне придраться здесь не к чему. Лично для меня здесь есть один достаточно весомый недостаток. Это саундбар. Он здесь есть и замечательно. Я понимаю, что подавляющее большинство людей покупают и все в одной коробке. О, круто выглядит и вполне себе круто звучит. Наверное, большинство людей качество звука устроят. Но не меня. Для меня здесь нет абсолютно никакого баса. Когда у тебя на студии вон там стоит 12-дюймовый монстр, ну, как бы не подключить его к данному саундбару, ну, просто грешно на самом деле. А вот проблема в том, что возможности подключить отдельный сабвуфер к данной звуковой системе нет никакой. И выходит ситуация, когда вроде бы звук ничего такой, а, ну, то есть вполне себе приятный. И хотелось бы немного добавить баса, который, как бы, есть уже здесь и сейчас. Вон он там стоит, этот сабвуфер. Но, как бы, вариантов нет никаких. Там есть один аудиовыход. Если в него потыкнуться, то саундбар сразу отключается. Поэтому адекватные возможности синхронизировать, чтобы громкость была на одинаковом уровне и регулировалась в месте данного саундбара, а также отдельного сабвуфера, здесь, к великому сожалению, нет. Именно поэтому я говорю, что для подавляющего большинства людей качество звука данного саундбара будет за глаза. Для меня же это полное отсутствие низов и сильно выпеченные высокие частоты. Средних частот здесь маловато. В целом звучит окей. И если бы я смог подключить сабвуфер, то меня бы данный звук устроил. А так у меня, в общем-то, стоят здесь полочники. Не просто так они здесь томятся вместе с AV-ресивером, который тоже здесь прямо на сабвуфере стоит. И приходится использовать всю эту технику, ну, как-то так. То есть куча лишнего, так сказать, барахла, от которого можно было бы избавиться. И на то есть определенный смысл. Но возможности таковой не представляется, к сожалению. Еще хотелось бы обратить внимание на комплектный пульт. Достоинство это то, что он здесь есть. Остальное все практически сплошные недостатки. Я считаю, что этот пульт абсолютно не соответствует классу данного монитора. Потому что за полторушку, как бы, пульты обычно в 55 дюймов дисплея ложат, ну, как правило, премиального качества. Они круто выглядят, с крутыми материалами. Вот это вот все. Это же максимально простая штука. Обычные резиновые кнопочки. Максимально недорогой пластик. Но радует то, что пользоваться им особо не приходится. Ты раз дисплей настроил, ну и все. Громкость как бы проще регулировать из-под винды. Потому что это будет тупо быстрее. Ибо если начинать это делать с помощью монитора, обрати внимание, я вот сейчас просто давлю кнопку. Вот давлю. Как медленно эта громкость увеличивается. Ну, это просто жесть. Вот всю дорогу я прожимаю. То есть, пока ты с пункта в пункт Б дойдешь, это просто какая-то жесть. Поэтому, на мой взгляд, гораздо проще сделать какой-то средний комфортный уровень громкости. Ну, с небольшим запасом. И дальше крутить тупо в винде с клавиатуры, либо там забиндить как-то кнопки, либо просто там, ну, через диспетчер. Ну, вы поняли. Потому что это такой себе вариант. Также здесь можно очень быстро регулировать яркость. Сейчас дисплей работает на 85%. И мне этого при всем вот этом освещении, я повторюсь, просто за глаза. Если включить режим HDR, он просто выжигает глаза. На самом деле, нереально яркая матрица. Я не знаю, любителям именно ярких матриц точно зайдет. Я не люблю суперяркое изображение. Но здесь в студии мне приходится выкручивать до 85%. Дальше это уже немножко перебор. Но когда есть запас, это скорее хорошо, чем когда его нет. И, кстати, по центру дисплея был засвет. Вот сейчас вы можете как-то больше понять, как это все выглядит. Но, блин, вы никак не сможете через этот обзор понять, насколько здесь крутое изображение. Черт побери. Это надо идти в магазин, если есть такая возможность, и просто смотреть своими глазами. Но оно просто идеально. И меня удивляет, что как бы идеальный черный цвет, это обычная прерогатива OLED. На VA, ну это все равно как бы LCD-матрица, только немножко более подходящая, скажем так, под черным цветом. Но здесь даже черный, он просто фантастический. Видимо, там какая-то хитрая подсветка используется. Ну круто действительно выглядит. Просто не до чего докопаться. Здесь есть такая тема, как MB Glow. Это подсветка сзади непосредственно монитора. Вот сейчас она стоит просто статичная, синяя. И, честно говоря, она чем-то проигрывает, MB Light от того же Philips, а в чем-то даже выигрывает. Проигрывает она именно, если выбрать вот режим отслеживания видео. Потому что вот если ее включить, то как-то оно работает. Вот сейчас, например, практически никак. Вот это все, что вы видите, это подсветка от прожекторов. Синяя, пожалуй, выключу их. Вот конкретный пример. То есть игра The Last of Us Part II. И как-то вообще никак. Если включить какой-то тест MB Light, то получается эффект, когда дисплей повторяет. Вот сзади там есть светодиоды. И они пытаются повторять то, что происходит на экране. И, в общем-то, в принципе, кажется, что все окей. Но если присмотреться внимательно, то есть некая ступенчатость, в отличие от технологии MB Light. То есть цвета меняются не плавно, а как-то рывками немножко. Как будто они меняются не там, скажем так, 60 кадров в секунду, а 10 FPS и не больше. Ну, то есть там 3 раза за... Даже нет, скорее 2 раза за секунду, где-то так. Не знаю, насколько это сможет передать камера вот конкретно сейчас. Но не очень плавно. Ну, как бы... Это ты видишь, даже когда ты смотришь прямо в дисплей. Ну, то есть вроде бы фоновая подсветка, но это бросается в глаза. Вот эта вот рывковость, ступенчатость. Она реально заметна. Не знаю, почему эта технология работает именно так. То есть, в принципе, ее, в общем-то, вот видно по синему цвету. Ее радикально не допилили в сравнении с предыдущей моделью. Но, повторюсь, это не MB Light, а именно MB Glow. Но есть обратная сторона медали. Это огромное множество разных режимов данной подсветки. Ты можешь включить, чтобы подсветка менялась, ну, как-то так. По часовой стрелке против часовой стрелки. Вот она начинает по кругу как-то вот так вот мельтешить. Можешь выбрать другой режим. Волна цвета. И будет вот такая вот фигня. Такой эффект. В телевизорах Philips, по крайней мере, в моделях до 2019 года включительно. У меня последний Philips именно такой. Этих приколюх нифига, а нет. Есть пульсация цвета. Там тоже есть пара режимов, но их всего лишь парочка. То есть, пульсация это вот, ну, пульсация, да, в принципе, очевидно. Загорелся, погас, загорелся, погас. Есть звездная ночь какая-то там. Кстати, очень необычная штука. Особенно если отключить освещение. Сейчас вырублю. Вот как-то так это выглядит без освещения. Ну, только непонятно, почему очень медленно оно работает. В принципе, эффект достаточно прикольный. Либо можно выбрать просто статический цвет, как это сделал и я. А дальше можно выбрать подходящий цвет. Здесь цветов очень много. Опять же, в Ambilight вариантах там, по-моему, буквально 5 цветов. И все. Здесь их очень много. Прям на любой вкус и цвет. Можно выставить, чтобы вам было приятно смотреть на дисплей. И, конечно, какая бы подсветка ни была, она очень круто выглядит. Если вы смотрите даже без света. Что со светом, что без. То есть, создает такой себе фон в помещении на всю стенку. Ну, это правда очень здорово. И, в принципе, эта технология мне в основном продает телевизоры Philips. Также можно отрегулировать яркость. То есть, это сейчас самый яркий вариант. Вот самый тусклый, средний и максимально яркий. Ну, либо вообще вовсе выключить. Вот как смотрится без света монитор с выключенной Ambi Glow. Еще раз на варианте с Battlefield. Типа отслеживание изображения. Вот, как-то так оно отслеживает это изображение. Вы видите то, что все происходит как-то неплавно и рывками. Поэтому все-таки это не совсем Ambilight. Кому-то, может быть, зайдет. Ну, мне лично так себе. Больше по меню нет смысла особо проходиться. Потому что дальше там стандартные настройки изображения. Настройки звука. Частота обновления HDMI можно выставить. Либо 144, как я сделал на разъеме для ПК. Либо 120, если требуется. Для вашего устройства, чтобы корректно все отображалось. В принципе, тут особо дальше ничего такого. По настройкам аудио есть готовые пресеты. Они меняют звук. В принципе, звучание, кстати, достаточно неплохое. Объемное. Поскольку это саундбар. У саундбаров есть такая фишка, что звук очень объемный. И, кстати, что еще отличает монитор от телевизора. Это то, что монитор может включаться автоматически вместе с вашим ПК. В общем-то, телеки по протоколам HDMI тоже могут это делать с некоторыми устройствами. Точно не с ПК. То есть, если используется дисплей именно с персональным компьютером. То монитор гораздо удобнее. Потому что не придется в руки лишний раз брать пульт. И включать и выключать его. Включил ПК, он включился. Выключил ПК, он отключился автоматически. И при этом, куда поступает входной сигнал, тоже автоматически переключается. Поэтому очень удобный. И вот этот аксессуар, который, я говорю, так себе, достаточно простецкий. Не соответствует классу. Особо-то и не нужен. Раз настроил, убрал куда-то на полку и забыл. А теперь мне осталось тут снова навести порядок. Потому что опять стоит стол, на который я ставил свой старый телевизор. И мы сейчас изготавливаем специальную стойку. И будем монтировать данный дисплей с моим старым телевизором. Ну, короче, сейчас будем переделывать, как всегда в очередной раз, переделывать мое игровое место. КОНЕЦ Вы знаете, данная студия, на самом деле, очень сильно впечатлять начала даже меня. Я, конечно, немножко зажрался. Немножко техногик и вот этого цели. У меня дофига всего. Но то, что в итоге получилось, это, конечно, просто охренительно. Здесь просто невероятно атмосферно. Особенно, если отключить главное освещение. А когда здесь подсветочка есть, здесь подсветочка, но все в одном стиле получается. Ну, невероятно круто, ребята. Атмосфера просто зашкаливает. Надо какой-то подсветочкой еще сделать RGB-шной туда в конец. Вообще поработать, наверное, в этом плане. Тут типа есть потолочные лампочки, но они что-то бестолковые на самом деле. Но, блин, как же мне нравится то, что вышло. Это просто космос. У нас два огромных дисплея 4K. Конечно, этот прямо над головой, считай. Ты сидишь, смотришь. Вот тебе руль, пожалуйста. Вот тебе дисплей. И на этот надо именно поднимать голову. Ну, нормально. Мы его специально сделали под небольшим углом. Можно было бы этот угол даже увеличить, возможно. Но, в принципе, удобно. И очень, очень как-то необычно это все выглядит. Очень круто, кстати, что Sharp вписался по дизайну к Philips. И смотрится, в принципе, как законченный такой себе концепт дизайнерский. Я безумно доволен. Правда. Единственное, теперь, наверное, осталось перелазить туда. Потому что там все-таки техника повзрослее. Будет теперь немножко больше времени на гоночки. Именно на записи работы над таким контентом. Потому что, честно сказать, на построение вот этого места у меня ушло слишком много времени. Прям чересчур. И, кстати, огромное спасибо моему отцу. В очередной раз помог сделать кастомную такую себе стойку, на которую мы это все закрепили. Вышло очень круто. На мой взгляд, телик, кстати, смотрится как будто парит подвешенный. Очень круто. Ну, в общем-то, как-то так. Пишите комментарии, как вам получилось гоночное место. Лично для меня оно просто потрясающе и очень, прямо очень сильно впечатляет. Монитор невероятный. Я безумно доволен, что его купил. Я его ждал. Прям вот очень ждал. И с первых дней, как он появился, сразу приобрел. Так что огромное спасибо еще раз компании Филипп за небольшой скидончик. И за то, что помогли по ускоренной программе его получить. Все ссылки будут в описании на монитор. Если вы присматриваете себе какой-то такой огромный монитор, вот ни разу не реклама. Строго рекомендуется к приобретению данная модель. Потому что, во-первых, особо аналогов у нее нет. На том же Е-каталоге, если порыться, там 55 дюймов, ну нет дисплеев. Есть тоже крутые 4К, 144 Гц. Окей, не вопрос, но они все либо меньше, либо больше. И там цены просто жесть. То есть, этот дисплей без аналогов. Главный недостаток для меня, еще раз повторюсь, это малая функциональность саундбара. Если бы можно было подрубить сап хоть как-нибудь, хоть по беспроводу, хоть как-нибудь. Я бы еще убрал отсюда, наверное, ресивер, акустику и оставил бы чисто саундбар. В принципе, со своей задачей он справляется. Но музыку слушать мне хочется больше баса. Тем более, то, что у меня все это дело есть. Ну, как-то так, ребят. Насчет проекторов, я думаю, что этим я займусь несколько попозже. Хочется, правда, немножко насладиться вот тем, что есть, то, что вышло. Покататься, поснимать всякое интересное. Тем более, что у меня куча интересной техники. У меня лежит уже SimMagic Direct Drive. Пара рулей топовых для SimRacing. Плюс обновочки от Fanatec. Еду, допилил я педали таки, оживил их. Сниму видео, расскажу, как. Еще и доработал Club Sport. В общем, много интересного контента по SimRacing грядет. Вам всем огромное спасибо за ваше внимание. Спасибо за ваши лайки и за всяческую поддержку. Жду комментарии, что думаете насчет рабочего места. Может быть, есть еще какие-то идеи, которые можно взять на вооружение. Всегда, с огромным удовольствием, читаю все ваши комменты. Особенно в тех видео, где я что-то снимаю про студию. Максимальный энтузиазм. В общем-то, спасибо вам еще раз, ребятки. С вами был Sony. Хорошего настроения. Увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok